День города Лыжня России вновь собрала тысячи рязанцев, любителей самого популярного зимнего вида спорта. Рязанцы вспомнили Афганистан. Ровно 27 лет минуло с завершения самого затяжного участия советских войск в вооруженном конфликте. Русский неудержимый Александр Невский прибыл в Рязань на автограф-сессию, которую провел перед премьерой своего нового фильма. В воскресенье 14 февраля прошли традиционные массовые соревнования «Лыжня России-2016». В Рязанской области участниками лыжни стали порядка 15 тысяч человек. Они вышли на 18 трасс по всему региону. По главной из них у поселка Варскей пробежали 5000 профессионалов и любителей спорта. Самым молодым участником гонки оказался трехлетний лыжник, а самому взрослому недавно исполнилось 80. Подробнее о народных зимних соревнованиях в следующем сюжете. Желающих приобщиться к здоровому образу жизни и оказаться рядом с тысячами единомышленников из года в год все больше и больше. Часть лыжни на этот раз проложили по территории биатлонного комплекса. Старт забегу дал губернатор Олег Ковалев. Я рад, что сегодня здесь собралось очень много народу. Люди разные совершенно. И пожилые, и молодые, и дети, и мамы с детьми, и папы. Это очень хорошо, потому что даже те, кто на лыжах сегодня не покатил, дистанцию, все равно они подышали, походили, погуляли, пообщались, получили заряд какой-то бодрости, хорошее настроение, подышали свежим воздухом. И всегда приятно наблюдать, когда на таких массовых мероприятиях люди получают удовольствие от общения. Также состязание посетили члены правительства региона, депутаты областной и городской дум, чиновники Рязанской администрации, начальник гарнизона Анатолий Концевой. Некоторые из них, в том числе спикер парламента Аркадий Фомин и глава Рязани Владислав Фролов, вышли на старт ВИП-забега на 2016 метров. Победил в нем первый заместитель министра региональной безопасности и контроля Владимир Цепков. Победу в главном старте «Лыжни России» в Рязанской области, гонки на 10 километров ворских, одержал хозяин трассы Сергей Чеванов. Борьба продолжалась до самого конца. В итоге 27-летний лыжник всего на секунду опередил Дмитрия Мысева, который, в свою очередь, финишировал почти одновременно с Сергеем Андреевым. Все три призера представляют областное управление МВД. Самым быстрым среди юниоров на 5-километровой дистанции стал Алексей Одров. Компанию на пьедестале ему составили Виктор Чепик и Денис Барыкин. У девушек золото завоевала 13-летняя Кристина Павлушина, опередившая более старших Анну Уласевич и Диану Куликову. «Лыжня России», думаю, популярна, потому что это также хорошая возможность посоревноваться, показать себя. А для любителей это такой день занятий спортом, когда ты можешь хорошо отдохнуть, провести время с пользой на свежем воздухе. Для финишировавших лыжников и гостей праздника рядом с трассой организовали развлекательную программу, посвященную предстоящей Олимпиаде. С рязанцами веселились аниматоры, ростовые куклы, а также группы поддержки трех вузов – РГУ, РЯСГМУ и филиал МАМИ. В этом году впервые организовали творческую часть соревнований, и в этом успели отличиться представители медуниверситета. Команда РЯСГМУ стала лучшей в конкурсе визиток, а дистанцию в 5 и в 10 километров преодолели не только студенты, но и преподаватели РЯСГМУ и ректор вуза. Пробежали 5 километров с детьми, у нас большая команда университета, отличные впечатления, хорошая погода, ну такой легкий ветер, наоборот, такой аж прохладный, наверное. Было очень много людей. Самое основное впечатление, по-моему, в прошлом году было чуть меньше, хотя тоже было много. Поэтому очень хорошее настроение, хорошее впечатление, прекрасно. Да, у нас было много ребят, мы еще пока всех не подсчитывали, но мы выезжали сегодня автобусами даже из Рязани, и участвовали в творческой программе «Лыжней России», которая была первый раз. Команда была награждена за самый креативный номер. Поэтому было много преподавателей, много студентов, много членов семей. Это действительно такой общекомандный забег, общекомандный отдых. Кроме того, по сообщению организаторов, в рамках «Лыжни» 150 детей сдали нормы ГТО по лыжным гонкам. 27 лет назад, 15 февраля, завершилась история самого затяжного участия советских войск в вооруженном конфликте – войне в Афганистане. Именно 15 февраля 1989 года государственную границу двух стран пересекла последняя колонна советских военных. Этому предшествовали 9 с лишним лет изнурительной войны, которую унесла, по официальным данным, в жизни 14 тысяч советских граждан. В Рязани на площади Маргелова почли память погибших в локальных войнах. Ежегодно люди собираются, чтобы почтить память воинов, погибших в вооруженном конфликте в Афганистане. Здесь, по традиции, мероприятие началось с возложения гирлянды воинской славы. Почтить память воинов собрались ветераны афганской войны – губернатор Рязанской области Олег Ковалев, герой Советского Союза и генерал-лейтенант Альберт Слюсарь, руководители министерств, родственники погибших при исполнении воинского долга, а также представители общественных объединений, молодежных организаций, студенты и школьники. Здесь же состоялась акция «Красный тюльпан». Она посвящена памяти 134 рязанцев, героически погибших при исполнении служебного долга в Афганистане. В рамках подготовки к сегодняшней акции были проведены открытые уроки в школах, на которых учащиеся изготовили красные тюльпаны, чтобы запустить их в небо вместе с нами. «Красные тюльпаны» улетели вверх вместе с воздушными шарами. После этого торжественным маршем перед собравшимися прошли рязанские курсанты и кадеты. Каждый год многие из тех, кто принимал участие в боевых сражениях в Афганистане, так или иначе собираются, чтобы пообщаться между собой и вместе с тем донести до других людей правду тех событий, которые происходили 30 лет назад. В этом году в Доме общественных организаций состоялся круглый стол с участием представителей правительства Рязанской области и участников сражений. Речь шла о патриотическом воспитании молодежи. Участники боевых действий поделились воспоминаниями о военной службе в Афганистане, почтили память погибших минутой молчания. А 15 февраля там же, в Доме общественных организаций, состоялся праздничный концерт, на котором ветеранам боевых действий были вручены региональные награды, почетные грамоты и благодарности главы региона, а также знаки губернатора за усердие. За последний рабочий день и прошедший выходной на дорогах Рязанской области зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых 2 человека погибло и 18 получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 140 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 5168 нарушений правил дорожного движения. Задержан 51 водитель в состоянии опьянения и еще 7 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. ДТП, в котором погибли двое взрослых и пострадали два ребенка, произошло в Рязанском районе. Инцидент произошел в воскресенье 14 февраля в 16.20 на 22-м километре трассы Рязани-Ряжск. 25-летняя жительница Кораблинского района на форт Фиеста наехала правым колесом на обочину дороги и не справилась с управлением. Автомобиль выехал навстречу и столкнулся с Ладо Калина под управлением 57-летнего жителя на Рязанской области. В результате ДТП водитель Ладо Калины и ехавшие с ним в качестве пассажира 52-летняя жительница Рязанской области скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров автомобиля Ладо Калина, 13-летний учащийся и 5-летний воспитанник детского сада с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Женщина-водитель иномарки с травмами в госпитализированном больнице. На ликвидацию последствий ДТП выезжал один пожарный автомобиль и трое пожарных. Еще одно ДТП, также закончившееся гибелью человека, произошло в районе. Виновником стал погибший водитель 14-й. Авария произошла сегодня примерно в 9.45 на 179-м километре трассы М5. По предварительной информации, житель Рыбновского района, управляя «Жигулями» 14-й модели, выехал на пласту встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво». От полученных травм водитель «Жигули» 14-й модели скончался на месте происшествия. Сотрудники Рязанского наркоконтроля пресекли преступную деятельность содержателей притона, в котором употребляли синтетические наркотики. Оперативники изъяли наркотические вещества и предметы, применяющиеся для их употребления. Подробности в сюжете. В Рязани на улице Новоселов закрыли наркопритон. Наркополицейские выяснили, что в подозрительной квартире проживает 33-летний неработающий мужчина, ранее судимый за совершение грабежей. Практически ежедневно он собирал компании потребителя химических психостимуляторов, в чем ему активно помогала 20-летняя сожительница. Получив санкцию суда на проведение обследования помещения, зашли в квартиру в тот момент, когда там была очередная нарковечеринка. Хозяин с подругой, а также пятеро гостей уже находились под воздействием синтетики. Оперативники задержали всех присутствующих и обнаружили в ходе обыска три грамма наркотика и предметы, которые применяются для наркопотребления. Сотрудники УФСКН обнаружили и изъяли в квартире три грамма наркотика и предметы, применяющиеся для его употребления. Притон функционировал с августа 2015 года, наркотики приобретались через закладки. В эти дни, посмотрев на небо, рязанцы могут увидеть пролетающую над городом Международную космическую станцию. Несмотря на то, что витки ее орбиты достигают города больше 15 раз за сутки, лучше всего МКС наблюдается в вечернее время. Этот объект является самым ярким на небе после Луны. МКС видна лучше Венеры и Юпитера. Станция движется довольно быстро и хорошо различима в течение трех минут, после чего она становится невидима, поскольку уходит в тень Земли. В какое время можно ее увидеть и где в этот момент нужно находиться, расскажет Анна Герцовская. Любители астрономии в эти дни смогут увидеть Международную космическую станцию невооруженным глазом. На этой неделе ее траектория проходит над большей частью европейской территории России. Для того, чтобы увидеть МКС, нужно обратить внимание на южную сторону небосклона. На картине звездного неба станция расположена вблизи Луны и созвездия Ориона. Инженер Рязанской астрономической обсерватории Александр Ефимов говорит, что любой желающий может узнать маршрут МКС. Для этого необходимо всего лишь зайти в интернет и найти расписание ее приближения к Рязанской области. Это в реальном времени, вот тут, видите, бежит. Это где он сейчас летит у нас? Он сейчас летит в Дальний Восток, вот Корея. Вот Байкал прошел. Ну быстро, конечно. Полтора часа вокруг всей Земли. И вот он к Рязане как раз подойдет вечером. МКС хорошо видна после 6 часов вечера. И продолжаться это будет до 20 февраля. Причина ее яркости кроется в больших размерах космической станции и в светоотражающем покрытии. Но это не единственное астрономическое зрелище, которое будет доступно рязанцам в этом году. Прохождение планеты Меркурий по диску Солнца и несколько периодов метеоритных потоков. За всем этим любители звезд смогут наблюдать уже начиная с апреля. Ну, максимум будет достигаться к 13 августа. То есть начиная с 10 по 14 в любую ночь достаточно интенсивно. 9 мая этого года прохождение Меркурия по диску Солнца. Во второй половине дня, то есть это после обеда. До почти захода Солнца можно будет видеть темную точку, движущуюся по диску Солнца. Чтобы увидеть эту движущуюся точку, можно смастерить специальную систему с применением бинокля или подзорной трубы, которая позволит проецировать изображение на экран, поскольку смотреть на Солнце напрямую не рекомендуется даже через профессиональные телескопы. Вот даже при посоплении, раз, маленькая дырочка. Зачем? Зачем? Чтобы Солнце наблюдать. Да. Чтобы не все, весь поток, а только ограниченный, для ослабления солнечного света. Но большее внимание сейчас остается прикованным к планетам-гигантам. Считается, что именно они и создали своеобразный парад планет. Их можно увидеть в утренние часы. Уран и Нептун встретились еще в 80-х годах и до сих пор не могут разойтись. Туда же прилетает Юпитер раз в 12 лет и каждый 30 лет Сатурн. Все это вызывает сильное возбуждение отдаленных областей Солнечной системы, большое притяжение и появление множества комет, которые в основном улетают обратно в космос, не проходя дальше. Вряд ли эти явления как-то сказываются на людях, разве что самые впечатлительные любители космоса достают с полок самодельные приборы наблюдения за небесными телами и старательно пытаются что-то рассмотреть. Он русский неудержимый. Александр Невский посетил рязанский спецпоказ своего нового фильма «Черная роза». Прибыл актер в Рязань не один, а в сопровождении немецкого коллеги Матиаса Хьюза и чемпиона мира по фитнесу Михаила Дьяконова. Алена Куколева пообщалась со звездными гостями и в своем сюжете расскажет о том, что ей удалось узнать. В Рязань в воскресенье 14 февраля приезжали голливудские актеры. Творческая встреча зрителей с Александром Невским и Матиасом Хьюзом прошла в рамках презентации нового фильма «Разборка в Маниле». Перед премьерой актеры пообщались со зрителями, все желающие получили автографы и сфотографировались со звездами. «Что касается картины, это такой олдскульный боевик, тем не менее в нем есть юмор, черный юмор, необычный юмор, но также там масса рукопашных поединков, в которых участвуют и Матиас Хьюз, и Дон Дракон Уилсон, и Синтия Ротрак, и ваш покорный слуга, и Марта Каскас, который также был режиссером, как я сказал. Это фильм, который, надеюсь, и 15-летним, сегодняшним зрителям, 20-летним, которые привыкли вспоминать экшен, как там «Годзиллу» или «Мститель» или еще что-то. То есть они привыкли думать, что экшен – это картина, на которую потрачено полмиллиарда долларов, еще полмиллиарда долларов потрачено на раскрутку картины. Это экшен. А мы представляем кино, которое действительно независимое кино, создано без студии, без поддержки государства, создано независимыми кинематографистами, ребятами, которые, собственно, сами такие же герои, которые, собственно, и на экране. Поэтому надеюсь, что фильм понравится всем, включая и резонцев. На сегодня это все новости. День города прощается со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин